Привет, ребятки! Рад, что вы смотрите фильм об антифашистском движении в России. Когда мы делали этот фильм, мы старались быть наиболее объективными, с детства и чего мы взяли интервью как у легальных антифашистов, так и у нелегальных антифашистов. Хотя мы все, конечно, прекрасно понимаем, что нелегальных антифашистов не бывает. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Официальной статистики нет государственной. Действительно, государство учитывает не преступления, а приговоры и заведенные дела. То есть если дело заводится по статье, где фигурирует мотив национальной ненависти, то оно попадает в эту статистику. Но эта статистика, к сожалению, не публикуется в развернутом виде. Мы же считаем случай, когда нам известно, что это преступление совершено по мотиву ненависти. То есть вне зависимости от того, заведено дело, не заведено дело, в этом году, вот к данному моменту, уже 60 убитых мы считали. Только убитых. Это очень много, потому что весь прошлый год было 80 с небольшим, а сейчас все-таки только сентябрь начинается. Поэтому, в общем-то, прирост, к сожалению, все время есть. Есть эксперты, которые говорят о 60 тысяч нацистских хэдов, но при этом это какая-то цифра очень немозрительная. Непонятно, кого считать, на самом деле, реально фашистами, потому что есть люди, которые просто модники и носят такую одежду, а есть люди, которые не носят никакой такой специальной одежды, но при этом они убийцы, не пойманы никем и не продолжают действовать, или служат в армии, или работают в милиции, или сидят в администрации президента и все что угодно. Приблизительно прикидывали, сколько народу выходит на митинги разных праворадикальных организаций. И получилось, примерно, это не точно, конечно, что по стране это примерно 10 тысяч человек. Единственные цифры, которыми мы располагаем, это количество страдавших от радикальных неонацистов, которые дерутся на улицах и нападают на людей. Я полагаю, что, в общем, более или менее активных, активно действующих, скажем так, радикальных националистов, ну, будет, допустим, 20 тысяч. А количество сочувствующих, оно гораздо большее, просто не поддается учету. Но реально все эти цифры, они не имеют отношения к тому, что на самом деле происходит, потому что большая часть людей не идет в милицию и большая часть преступлений не становится известны. Ни журналистам, ни к кому вообще. При этом нападения становятся в среднем более жестокими, чаще используется оружие, взрывчатка теперь уже. Вот огнестрельное оружие редко. Пять лет назад были в основном подростки, а сейчас эти ребята постарше и, соответственно, больше способны. Видимо, где-то вот в районе как раз 96-97 года, и как-то фашизм вообще реально полностью захватил вот все вот эти вот стадионные темы. И это было реально, но это реально на самом деле было опасно. До фига молодых людей любят ходить на футбол, и когда там реально был стопроцентный фашизм, то это был пиздец как бы, да? Я принадлежу к фашистскому движению за больше 10 лет. И мы с моими друзьями начали с того, что начали выпускать журнал в Питере. Это был журнал, в котором главная позиция была, что мы против фашизма. Мы разные, но мы против фашизма. У нас были анархисты, у нас были какие-то люди просто средне-левых взглядов, у нас были люди правых взглядов, ну, либеральных, так скажем. Я думаю, это начало 99-го года, первая тусовка такая. Они сначала себя поменяли рашами, потом шарпами, потом вообще распались. Там было, собственно, это было несколько побрившихся панков из Ту-сохранителей Радуги. И они, собственно, ходили и действительно там пиздили каких-то банов. Но потом они что-то дик-дик свернулись, как бы, потому что, блин, ну, просто банов реально было там, ну, тысяча шесть, маска, и, да, их было одиннадцать, как бы. Кроме того, мы проводили акции антифашистские, тоже, по-моему, первые в Петербурге. Мы начали это делать дважды в год. Это вот первое криво, оно закончилось, то есть в 2000 году. В 2000 же году появился такой сайт Радский Ньюмейл.ру. Мы делали наклейки, какие-то граффити, там что-то пытались какую-то, как-то очень криво выпускать какую-то музыку. Потом какой-то принципиальный, но уже принципиальный шаг был в 2002 году, когда, типа, нас, когда банов стало меньше, да, то есть тогда, по-моему, активный банов, ну, стало тысячи две-три, а нас стало пятнадцать, да, поэтому это уже стало интереснее, потому что можно было кого-то и пиздушить. Но баны на нас мутили, я думаю, от полтинника, да, стольника в среднем. Весна 2003-го, фактически весна 2004-го, когда не происходило вообще ничего, а уже с 2004-го года это пошло на такой достаточно массовый поток. Блядь, совсем перешел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я считаю себя антифашистом. Ну да, я считаю себя антифашистом. Да, мы считаем себя антифашистской группой. Мы считаем себя антифашистом. Мы пиздим банов. Мы поем песни про то, как фразы... Про то, как надо пиздить банов. Я, честно говоря, сам не пользуюсь такой терминологией. Ну, антифашистом я себя считаю. Мне похуй, я антифашист, я пацан. Так, ну да, антифашистом я себя считаю. В какой-то мере я, да, считаю себя антифашистом. Ну да, я считаю себя антифашистом. Не, ну, в принципе, наверное, по факту я антифашист. Ну, как бы я антифашист, но я так про себя никогда не скажу. Я антифашист, потому что это хуйня какая-то, так называйте. У меня есть гораздо... Ну, у меня есть много других самоопределений, на самом деле, более важных. Мне кажется, что любой нормальный человек, не даже занимающий какую-либо гражданскую позицию, он просто по человеческим качествам должен быть антифашистом, потому что, ну, это позиция просто обычного человека. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...